Всем привет, и это полный пиздец. Помните те разборки, которые происходили около трёх недель назад? А где делается? Ты с ней встречался что ли или что? Я не могу понять. Пусть она тебе сама расскажет. Если бы завтра был конец света... Да, именно эти. Я думал, мы всё замяли, забыли, девочка уехала в другую страну, все остались довольны, все в нормальных отношениях, и тут Дориану на днях приходит вот такое вот видеосообщение. Привет, Дориан. Я знаю, что пропала. После того, что узнала, что всё это было в шутку, как ты звонил мне, говорил, что любишь, что хочешь всё вернуть. И знаешь, но я не жалею, что встретила тебя. И ты, конечно, сволочь и подонок, но глупо было надеяться на что-то. И ты опять разбил мне сердце. И дальше всё, что вы увидите, это будут такие склейки-нарезки из всего пиздеца, который происходил. 80% я не снимал, и вот эти вот 20% я прошу вас досмотреть до конца. И хочу перед началом этого видеоролика сказать, если вы наберёте на этом видео 15 тысяч лайков, то я лично сяду и наберу этой девочке. Пора уже расставить всё на свои места. Набираем 15 тысяч лайков, и я делаю ей видеозвонок. И я переступила все свои моральные принципы. Блин, не понимаю, как ты это делаешь? И так трудно понять, что вертится у тебя в голове. Риан, я очень хочу тебя увидеть, но мне больно, и я решила уехать из Украины подальше. Не знаю, насколько, и не знаю, вернусь ли я. Катались мы по ночному Киеву, и буквально 10 минут назад мне звонит Дориан, говорит, Андрей, очень срочно, нужно ко мне заехать, я ничего не могу сделать. Я её люблю, весь на нервах куда-то собирается, отвези меня в аэропорт Борисполь. Это хорошо, что я оказался буквально в нескольких минутах от его дома. Я не знаю, пацаны, что будет и как происходить. Первый раз у меня такое случилось, что посреди ночи чувак мне звонит и кричит нервно в трубку. Он именно начал кричать. И знаете из-за кого? Из-за бабы. Вот все проблемы в основном у меня были из-за девочек. Здорово, мужик. Здорово, мужик. Чё такая спешка? Да, это жопа, пожалуйста. Чувак, я думал, ты меня пранкуешь. Не, братан, я не пранкую, надо ехать. Куда ехать? Я собрал всё необходимое. Короче, Маша мне скинула билеты, и сказала, чтобы я приехала сама, взяла прикалыша, в спае планёрку, скинула мне билеты. Мужик, ну подожди, она так не пойдёт. Ты понимаешь, что она просто сейчас играет на твоих чувствах? Вот все вот эти вот видосы, вся вот эта хрень, которая происходила, она же это всё видела. Ты понимаешь, что у нас мероприятие сейчас от партнёрки моей будет? Нам нужно туда прийти завтра. А ты куда-то уезжаешь. Это важно для меня, мы с тобой договаривались за месяц, чувак. Так дела не пойдут, понимаешь? Выкладывай всю вот эту хрень, так же самое, как и свои башки. Идём на тачке с тобой покатаемся, идём девочек каких-то классных найдём с тобой. Она не та девочка, с которой ты должен быть. Я тебе это говорю сейчас, она не та девочка. Я пока не хочу с ней любимых, хотя бы с ней пообщаться. Ты любишь её? Скажи мне честно. Я не знаю. А зачем ты тогда к ней сейчас будешь ехать, если ты не знаешь? Ну, мне хочется. С одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что ей плохо, и нужно с ней поговорить. Тем более, она уже мне билеты купила. Мужик, это моя жизнь, я сам решаю, мне нужно распоряжаться. Я пообещал людям, что у нас с ним будет встреча. Ты знаешь, что это бизнес-встреча. Она будет завтра. Я честно не хочу видеть тебя в таком состоянии, в котором я был два месяца назад. Это не состояние нормальное со мной было. Я не работал, ничего не делал в этой жизни. А ты сейчас наступаешь на одни и те же грабли. Она с тобой поиграет и бросит тебя. Это игра для неё всего лишь. Я ему говорил, что это бред. Ради неё ехать. Ты сам её видел два года назад, когда мы были с ней. Да бывшая, небывшая, это вообще всё равно. Ну, просто понимаешь, что он творит? Ты посмотришь потом эти видео, и тебе будет, чувак, смешно сейчас. Как ты себя ведёшь? Так, а чё смешно? И ей будет смешно. А чё смешно? И мне будет смешно. Как вы все знаете, я зарабатываю с помощью стартап-фонд. Компания разделяет ваши инвестиции в различные стартапы. Вам нигде не приходится торговать самим, потому что за вас всё делает компания. Ранее я инвестировал в эту компанию 10 тысяч рублей, и каждый день мне начисляется 2,5%. И сегодня я буду делать свой первый вывод в этой компании. Для начала нам нужно зайти в настройки и в графе «Платёжные реквизиты» указать свои реквизиты. И после уже подать заявку на вывод. Далее заходим в раздел «Вывести средства». И будем выводить на мой Киви кошелёк. Указываем сумму 750 рублей. Та сумма, которая мне накапала буквально за несколько дней. Заявка отправлена. Не успела пройти и 10 минут. Вот денежка только что поступила на мой счёт. Вкратце, эта компания разделяет ваши инвестиции в различные стартапы. И инвестор имеет с этого доход согласно тарифному плану. Зарабатывать можно начать со 100 рублей. Регистрируйтесь и зарабатывайте, ну а ссылку на стартап-фонд я оставлю в описании своего видеоролика. Приехали мы в аэропорт Борисполь. Вот он находится там. Я, если честно, не снимал вам ничего. Вот я сейчас достал камеру. Я пытался как-то переубедить Дориана, но мы пришли с ним к той мысли, что если он действительно её любит, если он действительно хочет быть с ней, я не тот человек, который может купить тебя, либо заставить её любить. Если ты так хочешь, то окей, чувак, без проблем. Но решай сам. Это твоя жизнь, твой выбор. Ты точно подумал? Да, я подумал, ну как бы выбор тяжёлый на самом-то деле, но нужно что-то делать. Всё, чувак, идём. Я не могу эту тему уже мусолить. Давай, перешу. Не думал, что я попаду снова в этот аэропорт. Обычно я, когда сюда приезжаю, я улетаю куда-то. И сейчас я без чемоданов, без ничего. На меня люди так смотрят, как на какого-то дурачка. Всем непривычно. Пацан пришёл в Адидасе спортивном провожать своего друга. Я не снимал на камеру, какой разговор происходил у нас, когда мы сидели в машине. Мы всё чётко обсудили. Я предлагал Дориану сдать билеты, получить за это бабки, пойти хорошенечко погулять. Добрый путь. Давай, короче, на связи. Любви тебе, счастье. До встречи, постараюсь прям. Не помню, чувак, эту важную вещь. Молодость всё прощает, но ничего не обещает. Да. Думай головой, Дориан. Да, мужик, всё будет классно. Всё, мужик, давай. Вот так вот теряются друзья. Вот с такими темпами. Изначально начинаются девочки, потом бытовуха. Вы меня спрашиваете, Андрей, куда пропал Макс? Куда пропал Сань? Где они все делись? Как-то вот так. Просто я раньше это не афишировал, а сейчас у меня накипело. И был пацан, и нету пацана. Алло, чувак. Андрей, привет. Я никуда не полетел. Я остался в Киеве. В смысле? Да. Сложно. Я даже не знаю, делаю ли я правильный выбор, что туда еду. Также хочу сказать спасибо Андрею, который подлетел, забрал меня, выручил. Я, конечно, понимаю, что... О чём он думает, что может быть. Он классный друг, он за меня переживает. С Машей может что-то случиться, что она может что-то с собой взять, потому что это действительно очень было неожиданно, что она купила мне билет и скинула его для того, чтобы я просто взял и приехал. Вот на самом-то деле она такая милая, нежная, хорошая девочка, а я совсем не такой. Очень большая вероятность, что я могу опять сделать ей больно. А я так не хочу этого делать. Скоро самолёт, и мне уже нужно заходить, но я понимаю, что мне этого не нужно делать. То, что я это сделаю, я могу сделать очень большую ошибку. Не для себя ошибку, для неё ошибку, потому что она действует на эмоциях, она думает что-то исправить, она думает, что я смогу измениться. Но я не знаю, я очень хочу найти себе девочку, которую я мог бы любить, с которой я мог бы кайфовать. Я не знаю, смогу ли я когда-то это сделать, но хотя я очень сильно этого хочу. Может, я просто не умею любить, может, я не создан для этого. Я очень её ценю, я знаю, что мне с ней было бы и будет классно, что мне было бы с ней очень охеренно общаться, тусить. Наверное, она не умеет любить меня, потому что мне, наверное, как-то по-особому надо. Так что я, наверное, буду свалить отсюда. Может, Андрей ещё не уехал, и я с ним встречусь. Ну вы представляете себе такую ситуацию? Я стоял минут 15, ждал, что Дуриан, возможно, одумается. Пару раз ему набрал, но у него был телефон вне зоне доступа. Я уже подумал, что он зашёл там в аэропорт, там связь почему-то не ловит. Но всё заключалось в том, что у Дуриана разрядился телефон. Я сажусь в тачку, начинаю ехать, и буквально через минуту выбегает он и бежит за этой машиной. А я в зеркала не смотрел, я просто себе прямо поехал и всё. Буквально минуты не хватило, чтобы он сёл в тачку, и я его отвёз куда надо. Пускай эта история, возможно, закончится на этой ноте, но мне бы было интересно узнать у неё, зачем она это сделала. Почему она взяла ему билет, а не мне? Это очень, кстати, важная ситуация, которую я хочу прояснить. И если вы наберёте 15 тысяч лайков, я это хоть завтра сделаю. Поэтому не пожлобитесь, и также напишите свой комментарий, что вы насчёт этого думаете. И хочу напомнить вам, что у Дурианы есть свой YouTube-канал. Если вы перейдёте, подпишитесь на него, ему будет очень приятно. И там хрущёвские видосики выходят, как он бежал за моей машиной и кричал, Андрей, стой! На этой ноте я завершаю видео. Всем спасибо, кто посмотрел. Мне аж под конец как-то настроение подняла вся эта ситуация. Увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok